как ты скоро приедем доброго всем здоровья не планировал посреди леса начинать видео ну как видите машину поставила посреди дороги почти поперек но у меня есть шанс у меня еще не включен передний мост сейчас я его надеюсь включу и выйду погода и дорога у нас в данный момент ну как вы сейчас видите не очень заехать я сюда заехал вот даже не включал мост на заднем мосту почему меня и занесло как я буду отсюда выезжать это мы узнаем через несколько дней потому что заезжаю я сюда на несколько дней у меня в планах поработать в доме долго я собираюсь но дай бог вот не перекинь штучью вот так что кому интересно провести несколько минут десятков минут вместе со мной на хуторе я буду вам очень рад спасибо что смотрите наши видео смотрите спасибо что их комментируете это действительно мотивирует и позволяет сохранить вот это наше место в достойном состоянии и так пробую как и он и и и и и и давно я так не был загружен как я загрузился с этой стороны у меня ламинат 20 квадратов с той стороны у меня сухой корм здесь у меня всякого рода инструмент хрюшем еда бензопила станок отрезной уровень и первым делом разведу огонь вчера он еще горел я думаю там еще не так все плохо да и если вы не подписаны на наш канал обязательно подпишитесь именно благодаря вам он и развивается я не случайно говорю всегда стараюсь говорить может ошибаюсь наш канал потому что создать канал можно но без вас он будет мертв мертвый спасибо вам что остаетесь с нами что терпите меня печи разгораются открыл это тоже потому что в той комнате где-то надо жить открыл духовку и на духовка начнет сюда отдавать очень быстро тепло как гружуя проведу свое хозяйство но я думаю к этому времени уже здесь согреется сухой ранулированный корм у них еще есть воды нет есть нет да круша круша я не особо или вообще поросят не особо пытаюсь приручать к рукам потому что потом им очень жалко а так они полу дикие это что-то было что это был тайсон что это был заделешь территории еды у вас хватает чем здесь делить у меня там было просим сейчас попытаюсь их немножко посортировать более длинные кусочки более короткие чтобы максимально использовать куски такое ощущение что здесь ешь только ты один больше никого не видно как только зайду ты сидишь я в общем пришел за поленом и это кстати моё полено отдай я пойду бабочка сидит на полене давай пересадим отсюда все идут все пока грузил разгружал машину кормил хозяйство уже в доме и нацепилась сегодня я собирался начал туда собираться с утра сейчас уже мягко выражаясь после обеда это мягко очень хорошо мне нравится если я сюда приезжаю я стараюсь приезжать сюда если на какую-то работу с вечера вечера приехал подготовил объем работы с утра проснулся и за работу как уж получается начнем сейчас и так ламинат я буду пробивать сверху и опускаться вниз до логично было бы предположить начать снизу подниматься вверх но тогда я не смогу сойтись вот здесь я пройду каждый ряд придется начинать отдельно и здесь я не попаду ну и первый стартовый ламинат надо бить целый чтобы это было красиво но это можно было бы вымерить но вот это точно не вполне походу поэтому буду начиная сверху вот это главное до сюда дайте тут до дверей здесь до печки ну если это уже разойдется на каждую на три разные половинки и придется зашить причем здесь власть целая ну не буду я целую отрезать сколько будет отходу мне так много отходов а тем более эта часть за буфетом буду делать половина и более-менее здесь я должен выйти прямо вот на этот вверх а может мы так и сделаем и я везде выйду на него последние гвоздики что на них было здесь на она была икона уже будут новые гвоздики я нашу так буду делать вот с этой стены обоих даже не снимал бы это было бы теплее намного если вы все еще смотрите это видео значит у меня здесь все прошло хорошо я надеялся что коробка старая даже она не электрическая и здесь будет на болтиках здесь болтики но нет отец сделал на скрутке это плохо значит вот здесь я хотел разобрать проводку просверлить отверстие в вагонке говорю в ламинаде и просунуть но так как она вот здесь я смотрю соединено напрямую здесь не будет вот это подключено сюда ну так отец сделал здесь нету разрыва я не буду делать новый разрыв пока я это все переделаю пускай будет хотя бы так здесь делаю прорезь вверх и в этом углу это все закроет икона здесь она висела здесь она и будет висеть дальше было предложение использовать зажимы такие специальные для для мдф для пластиковых панелей но тогда тут надо было прочищать у меня не такая эта стройка церковная чтобы на такие вещи обращать много внимания и я надеюсь что вот эта шляпка вот здесь вот она не будет играть особой роли меня даже не получается смыть до конца у тебя мою мою я уже добавил даже масло мне подсолнечного может надо больше добавить по вашим советам рекомендациям и все равно вот такая пыль остается но с другой стороны она будет очень похожа на вот эту стенку здесь тоже кое-где остается эта побелка бью один гвоздик и тонет до конца чтобы была возможность потом сыграть буду пытаться начинать сразу две доски начал с половинки сейчас целую и опять здесь целую она будет выравнивать эти две а Продолжение следует... 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 Прекрасно... Здесь немножко... Вот, все... Шов практически его не видим... Вот, гвоздики еще не добиты... Здесь шов хорошо... И вот, здесь вот, посередине крана опять шов... Тоже практически не видно... Значит, здесь над дверями надо... Малюсенький кусочек... Пока его вообще не трогаю... А... Двигаюсь... Вот эту стенку... Отбиваю... Когда эту стенку обобью... Перейду на ту... Там у меня диван еще стоит... Его надо сюда будет передвинуть... И тогда уже одно другому не будет мешать... А вот сейчас уже пойдет тетрис... Хотелось бы найти доски... Это... Может быть на эту сторону... Чтобы она... С двух частей... Здесь был финиш... Здесь финиш... А здесь замок... И... Подобрать... Из двух досок... Я думаю... Это будет не очень... Легко... Так сказать... Правую и левую... То есть... С какой стороны обрезан... Замок... С одной стороны или с другой... Так, вот это мы стартанем... И к ней надо сейчас... Подобрать... Вот такую... Блину... Интересная штука... Вот этот... Ютуб... И эти видео... Вот... Более того... Интересно... Делиться... Своими мыслями... Планами... И слушать... Что тебе посоветуют... Умные люди... Я говорил... Что буду выравнивать рейками... В этом случае... Вот уже здесь... Эта рейка не нужна... Потому что здесь ровные два бревна... И... И... Мне был очень хороший совет... А не закрутить ли отсюда... Саморез... Что я в принципе сейчас и сделаю... Более того... Саморезом... Можно регулировать... Его можно вот сейчас... Вот... Я его перекрутил... Специально за много... Примеряю... И немножко... Выкручиваю... Блин... Кто бы подарил... Шуруповерт... Хороший... А то этот... Бешеный... Вот... Все... Следующий раз... Следующую доску... Я сюда буду заводить... Я буду здесь сюда... Вжимать... Ради того... Чтобы... Вставить замок... И он никуда не уйдет... А здесь уже... Пускай висит в углу... Я его чем-то как-то закрою... Не добиваю пока... Ни один гвоздь... Все гвозди... У меня висят... На случай... Если достать... Потом эти гвозди... Забьются... И вот здесь... Вот отверстие сверлилось... Я думаю... Когда он забьется... Он практически не будет виден... А вот здесь... Здесь я начал сверлить... Отверстие... Вот в сучке... Здесь... Вот здесь сучок... И в воде... Я думаю... Будет незаметно... Еще больше... Но... Не знаю... Как камера передает... Не передает... Но визуально... На бревно похоже... Мы не зря мучились... Его столько мыли... Чтобы получить именно... Этот цвет... Минимальный зазор я делаю... Здесь очень небольшое расстояние... И вряд ли он будет где-то гулять... Основная масса зрителей меня... Успокоили... Что никуда он не денется... Прибитый гвоздями... Дерево... Аж красное... Вот оно... Вот в таком состоянии... Дерево не светлое... А такое темное... Не то что сейчас морква... Сначала сок спустят... С сосны... Всю смолу... А потом ее режут... И причем летом... Тогда... Это то дерево... Которое еще с соком... И резаное... Но судя по всему... Тогда... Когда надо... Зимой... Мороз... С этим ремонтом... Где-то... Все попереносилось... Ни одного шампура не нашел... Пришлось палочку сделать... Ну... Будет как... В детстве... Сало на палочке жарилось... Все... Сосиска... Моя... Или сарделька... Подогрелась... И пойду я ее откушаю... Вас с собой не приглашаю... Сами понимаете... На всех моей... Сардельки не хватит... Все... Стенка... Практически... Пробита до конца... Последнюю не бью... Потому что ее надо резать... Уже буду резать... Из того... Что останется... Снег усиливается... Метель... Усиливается... Усиливается... Что будет завтра... С дорогой... Ну... Еды у меня здесь много... Не пропаду... У барсов всегда есть... Открытый навес... И солома... Есть открытый гараж... Но он всегда ночует рядом... Было столько кроликов... Именно кроликов... Не нутрий... Пока подошел... Все... Убежали... Сейчас... Ел уже... Да? Сегодня... Цельная кастрюля с барсиком приехала... А то мы обычно с одной... В кухне питаемся... Сегодня у нас разные... Да? Все... В кухне... А так у нее always... Что называется najтап пляж... Ну... Счастливый партия... Ну иimer... Открыта assumptions... Дреться... Осень... Кукуется... значит эту стенку пока я оставил так может там остатки какие-то будут пытаясь буду делать эту степку надо перетаскивать диван можно было кому-нибудь позвонить конечно что приехал и помог но я боюсь ко мне кто-нибудь приедет помогать диван перетягивать диван в отличие от того старинный пол это самая большая проблема все проход хрюшком сварим еды заодно и натопим дом пока будет вариться так ну картошку себе я возьму отсюда и попробую еще стушить капусту как-то я пытался в прошлом заезде попробуй делать то же самое я расскажу что я пытался сделать у хрюшек отдолжил капусту сюда буду выбрасывать я думаю они на меня не обидится еще еще с ним быстрее все чистенько вырезаю качелишку не знаю так ни разу не делал просто пробую и сюда и и вот эту вот штуку отверстие из-под к крыши как качелишки заполняю смазь что с этого получится не знаю ну даже если еще ничего не получится во первых голову не буду потому что я приехал естественно не с пустыми на дно воду не лью может надо было бы не знаю не надо смолиться может вытечет не знаю все сухой чугунок капуста и смолец чугунная а чугунная чуть позже ладно тем же самым ножом открою и ставим на огонь выравниваем чтобы она ровненько стояла и чугунная крышка закрываю ждем многие из вас написали мне что я и сам это понимал что ламинацию очень сложно будет пробить гвоздем и я купил для этого два сверлышка также были у вас советы мне что можно это делать не сверлышком а гвоздем можно даже добавить что может если гвоздь шляпочку здесь вот не шляпку кончик немножко расплескать ее даже можно так заточить что она еще будет лучше сверлить чем гвоздь пробовал я сверлить гвоздем пробовала я сверлить сверлышками я для этого купил два сверлышка и если оба их я не потерял я бы даже и не узнал что хороший тоненький гвоздь пробивает вот в любом месте со людей здесь здесь вот где здесь пробивает то есть не надо здесь никакие сверлышки хороший тоненький гвоздь это гвоздь для для наличников у него практически нет шляпки вот и он забивается прекрасно и никакого вот здесь допустим надо вот здесь надо ставить фу но этот тетрис меня конечно вымазывает если бы был новый ламинат конечно было бы проще бил кусочек отрезал с него начал оттуда а здесь пытаешься подбирать с кусочков два кусочка маленьких 1 1 ламинат ламинат целый внутри тетрис еще тот выматывает капиталь переставил горшочек с капустой в духовку я думаю здесь и будет поприятнее потом она мне кажется что же начало подгорать на открытом огне печеночка капуста квашеная котлеты с кролика валентина не ела но мы с детьми вот так оно пошло печенку пробовала не смотри на меня я не смотрел она пробовала капуста тушилась смотрите какая красота ну что отпушиваем что здесь шпик сало крути на сало капуста кстати тот смайлиц который я ложил в отверстие которое вы вырезал кочерыжку он не вытекал так и кипел в этой капусте капуста получилось не очень такая капусту могу есть в любом виде квашеную салате тушеную лучше конечно эту горшочек надо было поставить на ночь и не про такой высокой температуре ну и так он она протушилась упарилась котлетки заячьи наслекрующие рассиживаться мне еще надо добить стенку уже со средней стенкой это узенькая смирился возможно я ее пока оставлю но большую мне надо сегодня добить очень много времени уходит на подбор был бы новый ламинат да было бы намного проще отрезал там кусочек туда скорее всего подходило бы и перекрестить швы не сходились бы старый ламинат грязный в швах иногда вроде бы все ровно но иногда это какие-то угловые ламинаты попадаются с грязью и они не защелкиваются приходится и забивать добивать вынимать чистить но как мне кажется она того стоит за работу так ну вот и эту я снимку почти осилил много остается еще нюанса надо доделывать но получается классно мне нравится мне кажется это один из самых недооцененных материалов для таких вот бюджетных ремонтов но представляете если я вот это обшил о избе плитой как многие из вас мне советовали что же это было бы ну обшил обшил бы да довольно быстро лиц шлеп прикрутил все а дальше что с ним делать покрыть лака вот эту вот щепу ну как по мне некрасиво может кому некрасиво мне нет клеить на нее какой-нибудь камень срезы дерева может быть но объем работы просто запредельный а так потом это вот эти вот среды которые наклеены как их потом убирать как вы пули полюсить из этих среду между средами это красиво я как-то думал ну такую столешницу небольшую сделать с круглых средов думал подбирать каждый средств под следующий основной залить до слова его сиды если залить мало и шлифовать она и красиво и можно убирать ази а если вот так просто и на завтра мне останется здесь убраться самая неприятная работа ну перед отвезом не осталось немножко прибрать вот так получилось в принципе доволен куплю еще уголки деревянная покрашу их оттеню цвет доба и все эти углы закрою то есть такие в углы пущу плинтус тоже деревянный возьму тоже оттеню под дуб вот столько у меня еще осталось столько мне еще осталось ламинатов две пачки на одну вот эту стенку по-любому хватит а туда будем думать а может туда хватить 20 квадратов почти все кусочки я выбил остались вот более-менее не более меня остались целые все убираю кормлю хозяйство и поеду домой ну и напоследок анекдот спешу на электричку частный сектор бабушка кидает снег причем так кидает что даже молодые позавидовали вторая бабушка видно соседка спрашивает а чешка этот с утра пораньше еще темно ай говорит скорую себе вызвала люди приедут неудобно дай бог и вам такого же здоровья всего вам хорошего до свидания мира вам до новых встреч пока и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...